Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и сегодня я покажу для вас обзор 4-го тура супер-турнира Tata Steel Chess Master который проходит в голландском городе Вайконзе с 10 по 26 января внимание на экран, ну и по нашей традиции с вас лайк, с меня обзор и давайте вы кликаете, ставите лайк давайте попробуем набрать может быть 1000 лайков на обзоре, не знаю получится это или нет но в любом случае спасибо вам огромное за то, что смотрите мои обзоры, а теперь внимание на экран в четвертом туре играли Даниил Дубов против Яна Кшиштофа Дуды, Влад Артемьев против Владислава Ковалева Уэсли Со против Алиры Зафи Руджи, Ани Шгири против Никиты Витюгова, Ювиньи против Виши Ананда Джефрис Йонг против Фабиана Круаны и Йордан Ван Форест против Магнуса Карлсона белыми играл Йордан Ван Форест, черными играл Магнус Карлсон Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, С4, Конь Ф6, Конь Ж5, Д5 и после ЕД, Конь А5 на доске у нас дебют двух коней, классическая система, когда черные жертвуют пешку ради лучшего развития Слон В5, Шах, С6, ДС, БС, ну и вот здесь раньше все играли слон Е2, сейчас же модный вариант с ходом слон Д3 То есть да, белые ставят слона, как мы видим, под пешку на поле Д2, то есть слон с поля Ц1 теперь чувствует себя некомфортно Белые отстают в развитии, но самое главное, они не дают пойти пешке на поле Е4 Конь Д5 прыгают черные своим конем и нападают ферзем на коня на поле Ж5 Конь Ф3, слон Д6, Конь С3, рокировка, слон Е2, Конь Ф4, рокировка, слон Ж4, Д3 Мы видим, что белые худо-бедно заканчивают развитие После конь бьет Е2, ферзь бьет Е2, Ф5, Х3, слон Х5 Выяснилось, что гроссмейстер из Нидерландов заготовил убойную новинку Играя с чемпионом мира Магнусом Карлсоном, он здесь играет Ж4 Такой смелый ход от собственного короля Но на самом деле все это домашняя заготовка И действительно, при наборе большой глубины Компьютеры выводят этот ход на первую строчку В чем идея? Ну, идея в том, что белые ограничивают слона на поле Х5 Избавляясь от неприятной связки Что теперь делать? Ну, нужно забирать пешку ФЖ И конь Ж5 Вот он ключевой ответ Теперь черные не успевают забрать пешку на поле Х3 Поскольку слон на поле Х5 не защищен И угрожает вилка конем на поле Е6 Ферзь Д7 Конь Е4 Напали на слона на поле Д6 Слон Е7 И конь Ж3 Еще один очень важный ход Напали на слона на поле Х5 После слон Ж6, ферзь бьет Ж4 Ферзь бьет Ж4, ХЖ Если мы с вами присмотримся То ферзи ушли с доски У белых здоровая лишняя пешка То есть черным предстоит защищаться Что Магнус Карлсон и начал делать Ц5, конь Е4 Конь Ц6, слон Е3 Конь Д4, ладья Ц1 Ладья Ц8, король Ж2 Ц4 Прорывается чемпион мира Магнус Карлсон Слон бьет Д4 ЕД Ф3, ладья Ц6 Мы видим, что позиция Два слона против двух коней У черных не хватает пешки Но взамен у них преимущество двух слонов Позиция открытая То есть позиция примерно равная После Б3 Слон А3 Правда вот здесь Йордан Ван Форест проходит мимо Очень заманчивого продолжения То есть здесь ему давал перевес Ход ДЦ Но легко Что называется Советовать эти ходы Когда вы знаете оценку Возникающих позиций А когда напротив вас сидит Такой монстр Как чемпион мира Магнус Карлсон Любые жертвы Кажутся абсолютно бессмысленными Но здесь идея в чем Что после слон бьет Ц1 Ладья бьет Ц1 У белых две пешки За качество Два мощнейших коня Конь на поле Е4 Стоит незыблемо Поскольку его поддерживает И пешка на поле Ф3 И конь на поле Ж3 Пешка на поле Д4 У черных слабенькая И здесь позиция по Немцовичу Можно сказать блокадная То есть белые где-то хотят сыграть С5 Б4 А3 Потом коня где-то на поле Д6 Запульнуть В общем здесь у черных Не хватает Значит ресурсов Для борьбы На победу Наоборот Черным здесь нужно быть Чрезвычайно внимательным Чтобы не проиграть Поскольку у белых Две пешки Повторюсь И очень простой план На движение пешек На ферзевом фланге Но не стал Значит этого делать Йордан Ван Форест Он увел ладью Сыграл ладья Е1 После ЦД ЦД А5 Черные еще больше Вскрывают игру Ладья Е2 Слон С1 Конь Д2 Уже Йордан Ван Форест Перепугался Испугался Что называется призраков То есть действительно Когда напротив вас сидит Чемпион мира Всегда мерещатся Какие-то призраки И соперники Начинают ошибаться Конь Д2 Белые просто так Отдают черным Пешку на поле Д3 Ну Магнусу Дважды уговаривать Не нужно Пешку он забирает Слон бьет Д3 И конь С4 Прыгает Значит Йордан Ван Форест Теперь Перекрытие Слон на поле С1 Атакован Слон Ф4 Конь Е5 И в этом была идея Гроссмейстера Из Нидерландов Поскольку теперь Это двойной удар После ладья С3 Конь бьет Д3 Ладья бьет Д3 Опаснейший слон Уничтожается Конь Ф5 Ж6 Ладья Е4 Двойной удар Напали на слона Напали на пешку Слон Ж5 Конь Е7 Шах Король Х8 Конь С6 Итак Напали на пешку На поле А5 На поле Д4 Но слон Е3 Ладья Е2 Ладья Д1 И здесь после Конь бьет А5 Вновь у белых Лишняя пешка Но черных Выручает активность Ладьи Ладья Ж1 Шах Король Х2 Ладья С1 Вновь угрожает Неприятным шахом На поле Ф4 И пешка проскакивает На поле Д3 И на поле Д2 Поэтому король Ж2 Играет Йордан Ван Форест Но это молчаливое предложение Ничьи Которое К слову Магнус Карлсом Принял То есть он не стал Играть на победу Не стал насиловать позицию После король Ж2 Действительно Позиция равная Можно было конечно Рискнуть Сыграть Д3 После ладья бьет Е3 Д2 Выясняется что пешка Проскальзывает Ладья Д4 Ферзь Взяли Взяли Но здесь у белых Как мы видим Не хватает качества Но две Две Соответственно Связанные Проходные Но у черных Здесь активность Активные фигуры То есть где-то там Ладья на поле А8 грозит Пешка на поле А2 упадет Страшно на самом деле Все это Кажется За доской Поэтому соперники Не стали ничего придумывать После король Ж2 Значит Просто соперники Согласились На ничью Что тут можно сказать Браво Йордан Ван Форест На самом деле Растет очень сильный Гроссмейстер То есть если год назад Этот шахматист Выступал Не столь удачно Даже по-моему Два года назад Я уже не помню Напишите кстати В комментариях Два года назад Или год назад Выступал этот шахматист Значит Так вот Теперь мы видим Что его игра Окрепла Тем более Что известно Что с этим шахматистом Занимается Гроссмейстер Сергей Тивяков Небезызвестный Ну и вот Действительно Результаты Этого сотрудничества Дают о себе знать Йордан Ван Форест Сделал легко Ничью С чемпионом мира Магнусом Карлсоном А я вам скажу Что даже Играя белыми фигурами Не просто Сделать ничью С Магнусом Карлсоном Но здесь Йордан Ван Форест Был на высоте Применил очень Мощную новинку И в результате Мог даже По ходу Партии Выйти с перевесом Но повторюсь Что скорее всего Он просто Перестраховался В результате Он не проиграл Это самое главное Ну а мы с вами Идем дальше Белыми играл Ювиньи Черными играл Виши Ананд Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь С3 Слон Б4 Конь Ф3 Д5 Ферзь Б3 С5 Итак на доске Ферзь Вегамбит Защита Рогозина ДЦ Конь С6 Слон Ж5 ДЦ Ферзь бьет С4 А6 Слон бьет Ф6 Ферзь бьет Ф6 Ну и позиция примерно равная Е3 И ферзь Е7 Новинка со стороны Виши Ананда В партии предшественницы Черные играли Е5 Итак Ферзь Е7 Напали на пешку На поле С5 Водя С1 Ферзь бьет С5 Черные как мы видим Пешку отыграли После Ферзь Б3 Белые отказываются От разменов Ферзь Б6 А3 Слон бьет С3 Ферзь бьет С3 Рокировка Слон Д3 Конь Е7 Рокировка Конь Д5 Итак Черные перевели Скокуна На центральную позицию На поле Д5 Напали на ферзя Ферзь С2 Слон Д7 Заканчивает развитие Позиция примерно равная После конь Е5 Слон Б5 Водя Д1 Слон бьет Д3 Водя бьет Д3 Начались упрощения Ферзь Д6 Конь Ф3 Ферзь Е7 Х3 Конь Б6 Ферзь С7 Ферзь Ф6 Контратакуя пешку На поле Б2 После ферзь бьет Б7 Водя Б8 Ферзь А6 Ферзь Б2 Водя С3 С идеей вторгнуться Водьей по седьмому ряду Но конь Д5 Напали на Водю Не пустили Водю На поле С7 Водя С2 Ферзь Б7 Предлагая размен Водя С6 Ювеньи хочет Разменяться на своих условиях Чтобы оставить Черным слабую пешку На поле А7 Ну и после ферзь бьет А6 Водя бьет А6 Мишанан все посчитал Что у него есть ход Водя Б6 Выгоняющий Водю Водя А5 А6 И теперь эту пешку На поле А6 Никак атаковать белые не могут После конь Д4 Водя Б8 Черные готовы Упрощать позицию дальше Ну и после Ж3 На 32 ходу Соперники заключили Мирное соглашение Позиция действительно Примерно равная А если оба соперника Не возражают Против мирного исхода То нечего Что называется И насиловать позицию Пожали руки И разошлись миром Ну а мы с вами Идем дальше Белыми играл Даниил Дубов Черным играл Янг Шиштов Дуда Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Ж3 ДЦ Слон Ж2 А6 Рокировка Конь С6 Ферзь С2 На доске у нас каталонское начало После конь бьет Д4 Конь бьет Д4 Ферзь бьет Д4 Конь Д2 Белые нападают на пешку На поле С4 И черные не в состоянии Ее удержать Поскольку нету хода Б5 Из-за того что Слон на поле Ж2 Атакует ладью на поле А8 Итак С3 Скидывают пешку черные Взамен портят пешечную структуру белым На ферзьевом фланге То есть создают так называемый островок БС Ферзь С5 Ладья Б1 Слон Е7 Конь Е4 Конь бьет Е4 Слон бьет Е4 Теперь черным нельзя рокировать Потому что атакована пешка И черные играют А6 Делая абсолютно логичный ход Но на самом деле этот ход является новинкой Итак С4 Рокировка Слон Е3 Ферзь Е5 И белые играют Слон бьет Б7 То есть сейчас мы видим Что белые пешку отыграли То есть сейчас у них Поровну материала После слон бьет Б7 Ладья бьет Б7 Слон Ж5 Казалось бы подставляются Черные под вилку Но пока висит слон на поле Е3 Итак Белые играют слон А7 Вырезая ладью на поле А8 Ну и вот здесь Изобретательный Янг Шиштов Дуда Нашел очень сильный ход ладья Д8 То есть любой бы испугался Вилки на поле Ф4 Но не польский гроссмейстер Поскольку он все посчитал Дальше форсированный вариант Ф4 Ферзь Д6 ФЖ Белые вроде бы выигрывают фигуру Но тактика Ладья бьет А7 И выясняется Что ладья завлекается на поле А7 Следует шаг Двойной удар Ну и после Е3 Ферзь бьет А7 Ферзь Ф2 Соперники опять же В абсолютно равном Тяжелофигурном окончании Согласились на ничью Поскольку действительно Позиция равна Идем дальше Белыми играл Джеффри Шонг Черными играл Фабиано Круана Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь С3 Слон Б4 Конь Ф3 Рокировка Ферзь С2 С5 ДС Конь А6 На доске у нас защита Немцовича Ж3 Конь бьет С5 Слон Ж2 Конь Е4 Рокировка Конь бьет С3 БЦ Слон Е7 Е4 Мы видим что черные Испортили белому структуру На ферзьевом фланге Позиция примерно равная Д6 Е5 ДЕ Конь бьет Е5 Ну взамен белые получают перевес в развитии И черным не так-то просто закончить действительно развитие Поскольку пешка на поле Б7 слабая Итак Ферзь С7 Ферзь Е2 Конь Д7 Прогоняя коня с поля Е5 Слон Ф4 Конь бьет Е5 Слон бьет Е5 Слон Д6 Ладя Е1 Ладя Б8 Вновь защищая пешку на поле Б7 Ладя Д1 Слон бьет Е5 Ферзь бьет Е5 Ферзь бьет Е5 Ладя бьет Е5 Ну и здесь после Б6 Мы видим что Позиция абсолютно равная Черные Спасли свою слабую пешку Увели ее из-под удара Ну и после С5 Слон А6 С6 Ладя С8 Слон Ф3 Ладя С7 Да у белых Очень мощная пешка на поле С6 И действительно Черным нужно играть очень аккуратно Но Фабиана Круана Это шахматист экстра класса Который играл матч на первенство мира После Ладя Е8 А4 Король Ф8 Ладя Е1 Слон С8 А5 БА Ладя Е5 Король Е7 Ладя бьет А5 Ладя Д8 Постепенно Потихонечку Круана Упрощает позицию Ладя Б4 А6 Король Ж2 Ладя А7 С4 Король Д6 Ну и мы видим что Король очень активный У черных Пешка пока никуда не идет И здесь Джеффри Шонгу Все это надоело И он решил форсировать игру Он играет Ладя Б7 Нападая на Ладю И на пешку на поле Ф7 Вынуждая буквально Заставляет Черных взять качество Слон бьет Б7 СБ Ну и после Король С7 С5 Угрожает С6 С образованием Мощных Таких вот Проходных Связанных пешек Поэтому Ладя бьет Б7 Играет Фабиана Круана Жертвует назад Качество Тогда будет мертвое Ладейное окончание Ну и после Ладя бьет А6 Соперники согласились На ничью Поскольку Черным в любом случае Ладю с поля Б7 Уводить невыгодно Если они ее куда-то уведут То следует шаг И пешка на поле Ф7 потеряется Поэтому Скорее всего Черные куда-то Уведут ладью Белые Отъедят качество Ну и в результате Черные В любом случае Причалят В итоге Все равно К мирной гавани Даже если Белые вдруг Ненароком Потеряют пешку На поле С5 То получится Окончание 4 на 3 Которое Также в теории Считается Ничейным Итак друзья Еще одна ничья Ну а мы с вами Идем дальше Белыми играл Ани Жгири Черными играл Никита Витюгов Конь Ф3 Д5 Д4 Конь Ф6 Слон Ф4 Е6 Е3 Слон Д6 На доске у нас Дебют ферзевых пешек Или лондонская система Конь Д2 Слон бьет Ф4 Еф Итак Белые согласны С разменом Слона на поле Ф4 И образованием Сдвоенных пешек Но взамен Они обладают Полем Е5 Рокировка С3 Б6 Б6 Новинка Вот так вот интересно Переводят По третьему ряду Слон А4 Слон Б1 Конь Е4 Ферзь Е3 Б5 ДС Ферзь бьет С5 Конь Д4 Б4 Но черные в ответ Прорываются на ферзевом фланге После АБ АБ Слон бьет Е4 ДЕ Ферзь бьет Е4 Слон Д7 Ж4 Ладья С8 Ничего не получается Из скоропалительной атаки белых Ладья Е3 Ферзь А5 Нападая на пешку на поле С3 Видите как Никита Витюгов Мощно давит Ну и после короля Н2 Соперники здесь Согласились на ничью То есть Анижгири Сделал ход короля Н2 Предложил ничью Которая в принципе И была принята Ну понятно что Грядут массовые размены И примерно равная позиция И так Еще одна ничья На этом Значит в этом туре Ну и мы с вами идем Дальше Белыми играл Влад Артемьев Черными играл Владислав Ковалев Ну Владислав против Владислава И так Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь С3 Слон Б4 Слон Д2 Рокировка Конь Ф3 Б6 Е3 Д5 На доске защита Немцовича Ладья С1 Слон А6 Ферзь А4 С5 Защищая Как мы видим Свои фигуры СД Слон Бет Ф1 Ладья Бет Ф1 ЕД И на самом деле Все это теория Белые здесь играют Король Е2 С идеей Ладью поставить На поле Д1 И короля на поле Ф1 Сделать так называемую Искусственную рокировку Конь Д7 Ладья Д1 Ферзь Е7 Король Ф1 Все это осуществилось После Ладья С8 Ферзь А6 Ферзь Е6 Конь Е2 Слон Бет Д2 Конь Бет Д2 Ферзь Ф5 Х3 Конь Ф8 Конь Ф3 Ферзь Д7 Конь Е5 Ферзь С7 Король Ж1 Итак Белые наконец-то Полностью консолидировались У них небольшой перевесик Позиция их поприятнее Поскольку Потенциально Возможно образование Так называемых Висячих пешек Или же В случае взятия на С5 И взятия фигурой Будет изолятор на поле Д5 Конь Е6 Ладья С2 Ладья Б8 Ферзь Б5 А6 Ферзь Бет А6 Решает Владислав Ковалев Поменять пешки Ладья А8 Ферзь Д3 Ладья Бет А2 Позиция равная Ферзь Ф5 Ладья А8 Конь С3 Ладья А1 Ладья Д2 ЦД ЕД Ладья Бет Д1 Ладья Бет Д1 Позиция потихонечку упрощается Ладья Е8 Конь Ф3 Ферзь С4 Ж4 Но Владислав Артемьев Пытается организовать Малыми силами Атаку на черного короля А6 А4 Ферзь Б3 Ладья Д2 Б5 Черный в ответ Находит контур игру На ферзьевом фланге Ж5 И вот здесь Владислав Ковалев Упускает возможность Получить отличную позицию Играя Б4 Контратакуя Коня на поле Ц3 Вариант следующий ЖФ БЦ БЦ Ж6 Напали на ферзя Ну и после ферзь Ж4 Ферзь бьет Ц3 Ладья Е2 С угрозами С угрозами Какими-то там Х5 И Владья бьет Е6 Но находится ферзь Ц8 Точнейший ответ Черные все укрепляют И после Х5 Конь Ф8 Контратакует Ферзя на поле Ц8 Делать нечего Надо меняться И в результате Получается Абсолютно равная Позиция После конь Е5 Пешек поровну Материалы поровну Делать нечего Можно уже вскоре Соглашаться на ничью Итак Ж5 АЖ АЖ И конь Х7 Играет Владислав Квалев Это уже достаточно Такая неприятная Неточность Вновь следовало Играть Б4 После этого Позиция равна ЖФ БЦ БЦ Ферзь бьет Ц3 Но здесь я Могу объяснить Почему Владислав Квалев Не пошел на эту позицию Скорее всего он испугался Что после ферзь Ж4 Находятся какие-то Идеи атаки Например Ладья Е2 Ладья бьет Е6 И ферзь Ж7 Мат Но после ферзь С1 Король Ж2 Ж6 Ферзь Х4 Угрожая Как мы с вами понимаем Ходом Ферзь Х6 Затем Владя Е2 Владя бьет Е6 И ферзь Ж7 Мат Находится точный ход Владя А8 И на самом деле Не успевают ничего сделать Белые Например На конь Ж5 С угрозой Мата Форсированного В два хода Следует Размен Владя на поле Д2 Теперь защищена И находится точный ход Владя А6 Теперь хода Ферзь Х6 Нет по причине Владя бьет Ф6 И никакого Мата нет Поэтому получается Форсированная ничья Ферзь Ф4 Владя Б6 Ферзь Ж5 Владя А6 И белые И черные Должны стоять И позиция Получается Абсолютно равной То есть Ферзь Вынужден стоять На поле С1 Почему? Чтобы Владя Никуда не дернулась Потому что Если ферзь Куда-то уйдет То тогда Владя освободится И будут Очень неприятные Угрозы Потому что Черным Будет нависать Матс Последнего ряда И в случае Например ухода Влади на последний ряд Будет грозить Ферзь Х6 С матом На поле Ж7 Поэтому Получается Вот такое Взаимное Стояние То есть Ферзь Ф4 Владя Б6 И так можно До скончания Веков Итак Хж Конь Х7 Конь Бьет Д5 Ж6 Конь Ф6 Конь Бьет Ф6 Ферзь Бьет Ф6 Ферзь Д5 Владя Е2 И вот здесь Наступил Критический момент В партии Во-первых Мы видим Что Черные Потеряли пешку Отдав пешку На поле Д5 То есть Ход Конь Х7 Оказался Очень неудачным Но здесь Владислава Ковалева Будто подменили И он делает Ужасающий Зевок Уровня Я не знаю Там Четвертого Или третьего Разряда То есть Вместо Правильного хода Ладя Ф8 Укрепляя Короля Например Ладя Е3 С угрозой Конь Е5 И Ладя Х3 Поставить мат Находится точный ход Конь Ж7 И черный успевает На самом деле Все защитить Конь на поле Ж7 Превосходный Защитник На Ладя Е5 Просто играем Ферзь Б3 Контратакую Пешку На поле Б2 Ну и здесь Можно повторять Позицию Ладя Е2 Ферзь Д5 Ладя Е5 Ферзь Б3 И в пору Опять же Соглашаться На ничью Поскольку Действительно Никакой атаки Здесь белые На черного короля Создать не могут У них не хватает Для этого ресурсов Итак После Ладя Е2 Последовал Ужасающий Зевок Ладя Д8 И здесь Владислав Артемьев Его дважды Говорить не нужно Моментально Находит комбинацию Ладя Бьет Е6 Ферзем Брать нельзя По причине Ферзь бьет Д8 Это уничтожение Защиты Взять нужно Только пешкой Но после Конь Е5 Все Конец Пешка на поле Ж6 Атакована Угрожает Мат в два хода То есть Ферзь Ф7 И Конь Бьет Ж6 Мат Спасения Нет абсолютно Никакого После Ладя Ф8 Ферзь Бьет Ж6 Король Х8 Ферзь Х6 Король Ж8 Конь Ж6 Угрожая Всевозможными Матами Угрожая Вилкой На поле Е7 Черные Сразу же Сдались Ну действительно Видно Что Владислав Ковалев Находится В очень Плохой Форме На этом Супер Турнире То есть Зевает он Все и вся Зевает Пешки Сейчас вот Зевнул Очень простой Тактический Удар Уровня Повторюсь Там Четвертого Третьего Разряда Любой Может Найти Такие Примеры На уничтожение Защиты В шахматных Учебниках По тактике Но вот Гроссмейстер Уровня 2660 Зевает Действительно Такие Вот Простые Удары Что это Друзья Что творится С белорусским Гроссмейстером Пишите Ваши мнения В комментариях Как всегда Будет Очень интересно Почитать Ну а мы с вами Идем Дальше Белыми играл Уэсли Со Черным играл Алиреза Ферруджа Д4 Д5 С4 ДЦ Конь Ф3 Конь Ф6 Е3 Е6 Слон бьет С4 С5 Итак На доске у нас Принятый ферзевый Гамбит Рокировка А6 Б3 СД Конь бьет Д4 Слон Е7 Слон Б2 Рокировка Слон Е2 Слон Д7 Конь Д2 Закончили развитие У белых здесь Чуть-чуть поприятнее Но у черных Очень крепкая Хорошая позиция Вадя Ц1 Вадя Ц8 И конь Ф3 Последовала новинка От Уэсли Со Он уводит коня Из-под размена Пытаясь сохранить Как можно больше Фигур на доске Пытаясь сохранить Неясный характер позиции Итак Б5 А3 Ферзь Б6 Вадя Ц2 Е5 Слон Д3 Вадя Д8 Ферзь Е2 Слон Ж4 Вадя Ц1 И конь А7 Допускает неточность Али Реза Ферруджа Самое точное Было здесь Сыграть Ферзь Б7 И дальше Подкрепить Вадю на поле Ц8 А дальше уже можно Где-то прыгать Конем на поле А7 Например Ферзь Ф1 Поскольку это еще Замаскированный Замаскированный Будет вариант Будет атакован Конь на поле Ф3 То есть Ход Ферзь Б7 Такой многоплановый Ферзь Ф1 Слон Бет Ф3 Конь Бет Ф3 И дальше Форсированная Разменная операция Е4 Вилка Слон Бет Ф6 Вадя Бет Д3 Слон Бет Е7 Конь Бет Е7 Вадя Бет Ц8 Конь Бет Ц8 Конь Д4 Конь Е7 Аж 4 Форточка Аж 6 Форточка Позиция Примерно равная То есть Обе стороны Могут рассчитывать На равный Характер Игры Итак Конь А7 Играет Али Реза Ферруджа Пока это еще Не приводит к партию К тяжелому результату Но мы видим Что пешка на поле Е5 У белых провисает Итак Вадя Бет Ц8 Вадя Бет Ц8 Вадя Бет Ц8 Конь Бет Ц8 Аж 3 Слон Бет Ф3 Ферзь Бет Ф3 И после Ферзь Д8 В контратакуе слона Ферзь Е2 Ферзь Д5 Слон Ц2 Конь Д6 Ферзь Д3 Предлагает Уэсли СО Размен Ферзей Ферзь Бет Д3 Слон Бет Д3 Конь Д7 Ж4 Ж6 Конь Е4 Конь Бет Е4 Слон Бет Е4 И у белых Образовалось преимущество Двух слонов в окончании У черных К сожалению Пешки на полях А6 и Б5 Очень слабые То есть Конь Ц5 Не пустили слона На поле Б7 Слон Ц2 И вот здесь Али Реза Ферруджа Допускает Очень серьезную ошибку Позиционную Играя Е4 Казалось бы Ход логичный Поскольку двух слонов Нужно ограничивать Но на самом деле Выясняется Что ход Е4 Это решающая Ошибка Правильно здесь Было играть просто Ф6 Да, тесно После Б4 Конь А4 Слон Ц1 У белых Множество путей Для усиления У них преимущество Двух слонов Они могут В стиле Магнуса Карлсона Еще 100 ходов Играть эту позицию Как-то пытаться Расшатывать Пешки надвигать То есть да У белых здесь Безусловно Приятнее позиция Тем более Еще и слон Е4 С угрозами Слон Б7 Разными возникают Идеи Но это все еще Что называется Позволяло Черным бороться После же хода Е4 Выясняется Что после Б4 Надо играть Конь Д3 Иначе просто Пешка теряется Но после Слон Ц3 Уводя слона Из-под удара Выясняется Что черные Не в состоянии Никуда уйти Конем с поля Д3 То есть он просто Ограничен Нет у хода Конь Ц5 Потому что пешка На поле Б4 Держит поле Ц5 Под контролем Белым достаточно Подойти К коню И выиграть пешку Король Ф8 Король Ф1 Ф5 Отчаянная попытка Ну и король Е2 Это также Неточность Со стороны Уэсли Со Выигрывал Просто взятие ЖФ ЖФ И ход Слон Б3 Не нашел Этой идеи Значит Американский Гроссмейстер Правда Здесь При анализе Выясняется Очень много Интересных подробностей Тонкостей Тактических То есть Слон Х4 Контраатакуем Пешку На поле Ф2 Слон Е6 Слон бьет Ф2 Слон бьет Ф5 Слон бьет Е3 Слон бьет Аш7 У черных Как мы видим Все пешки Находятся на белых полях И являются Прекрасными мишенями Для белопольного слона Белых Но Материала мало Конь Ф4 Аш4 Слон С1 Слон бьет Е4 Слон бьет А3 Король Ф2 Король Ф7 Король Ф3 Слон С1 Слон Б7 Король Ж6 И выясняется Следующее Что Черным Необходимо Отыграть пешку На поле Б4 Они могут Этого потом Достигнуть Например Играя Конь С нападением На слона Если слон Возьмет пешку На поле А6 И затем Слон А3 Отыграют пешку На поле Б4 И самое главное Будет Тот факт Что пешка На поле Аш4 Также будет Атакована Королем И еще один Очень немаловажный Факт То что Поле Аш8 Не цвета Слона На поле Б7 То есть Черным Достаточно Разменять Чернопольных Слонов И будет Мертвая ничья Король Е4 Конь Е2 Слон Е1 Слон Б2 С угрозой Слон С3 И размена Чернополов Король Д3 Ход Вынужденный Конь Ф4 Шах Король Е3 Слон С1 Шах Король Д4 Слон Б2 Шах И выясняется Что Прогресса Не видно Видите Конь Со слоном Построили Барьер На пути Белого Короля Король Е4 Конь Е2 Выка Мачао Начиная Сначала Вновь угрожает Ход Слон С3 Итак Король Е2 Слон Д8 Слон Бьет Д3 ЕД Король Бьет Д3 Король Ф7 Мы видим Что белые Остались Со здоровой Лишней Пешкой Слоны Не разноцветные А одноцветные И у белых Есть шансы На победу Правда После Е4 Алиереза Ферруджа Еще Ошибается И играет ФЖ Этот ход Сразу же Проигрывает Партию Форсированно Ф4 Приводит Партию К неясному Результату То есть Чтобы выиграть Белым Нужно прорваться Королем К пешкам Соперника Как это сделать Король Д4 Слон Б6 Шах Король Е5 Проигрывает Король Д5 Из-за Слон Бьет Ф2 И потом Слон Е3 И пешку Ф нельзя Недооценивать Со стороны Черных Вот почему Очень важно Было поставить Пешку Именно на поле Ф4 Поэтому Надо играть Король Е5 А теперь После Слон Бьет Ф2 Король Бьет Ф4 Черные Успевают Сыграть Король Е6 И не пустить Белого Короля К пешкам Видите Король Никуда Не проходит Позиция Как мне кажется Должна держаться Со стороны Черных Хотя Необходим Точный Анализ Может быть Здесь Где-то Белые Форсировано И смогут Выиграть Итак Е4 ФЖ АЖ А теперь Все гораздо Проще Дело в том Что у белых Как мы видим Здесь образуются Проходные И король Спокойно Проходит К пешкам Ж5 Еще одна Неточность Х5 Необходимо Уж было Играть С целью Образования Проходной Пешки И попыткой Отвлечь Белых Но правда После Ф4 То есть Размена Размена Ф4 Позиция Как мне кажется Все равно Близка К безнадежной Потому что Две связанные Пешки Веншпиле Должны решать В пользу Белых Итак Ж5 Король Д4 А теперь Тот же самый Вариант Который Я вам Обрисовал Ни к чему Не приводит После Король Д5 Да Черные Успевают Съесть пешку На поле Ф2 Но видите Пешки На поле Ф4 Нет А белые Устремляются Королем К пешкам Ферзевого Фланга После Король Е6 Король Б7 Король Д7 Король Бьет А6 Король С6 Последний Рубеж Обороны Но он Легко Разрушается Е5 Слон Е3 Е6 Отвлекаем Черного Короля Слон С1 А4 Решающий Прорыв И после БА Слон Е5 Здесь Алиреза Ферруджа Сдался Поскольку Делать Нечего Угрожает Б5 И пешка Проходит Форсировано В ферзи Пешка На поле А1 Контролируется Слоном Принцип Одной Диагонали Ну и Делать Нечего Здесь Алиреза Ферруджа Понял Что Его позиция Безнадежна Он остановил Часы И на 47 ходу Поздравил Соперника С победой Таким образом Друзья Весли Со Снимает Лидера Турнира Алиреза Ферруджу Обыграв Его в личной Встрече И теперь Как мне кажется На первое место Как раз Выходит Именно Американский Гроссмейстер Весли Со А так это Или нет Узнаем Прямо сейчас Поскольку Мне не остается Ничего иного Как вместе с вами Посмотреть положение Участников После 4 Туров Положение Участников После 4 Туров Супер Турнира Тата Проходит в голландском городе В Вейканзе Вы сейчас видите На ваших экранах Единоличное первое место Занимает Американский Гроссмейстер Уэсли Со У него 3 очка Из 4 возможных Далее Со второго По шестое место С результатом Плюс 1 То есть 2,5 очка Из 4 возможных Занимают Такие шахматисты Как Джеффри Шонг Алиероза Ферруджа Фабиана Круана Йордан Ван Форест И Владислав Артемьев На рубеже 50% Магнус Карлсон Аниш Гири Янг Шиштоф Дуда И Даниил Дубов С результатом Минус 1 Никита Витюгов И Виши Ананд Занимают С 11 по 12 Место 13 место Ювеньи И 14 Чистое Последнее место Становится Уже понятно Что Владислав Ковалев Который До этого То есть Год назад Выиграл Турнир Б И отобрался В турнир А Ну вот Нехорошо Он чувствует Себя На этом Турнире Явно Он здесь Аутсайдер И все Его стараются Обыграть И пока В багаже Белорусского Гроссмейстера Всего лишь Одна половинка Из четырех Возможных Очков Опять же Повторюсь Что все еще Может 10 раз Измениться Поскольку Впереди Нас ждет Еще целых 9 Туров Дорогие друзья Если обзор Вам понравился То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажав на красную кнопку Подписаться Под этим видео Или нажав На конечную заставку С изображением Фигурного коня Которая возникает Прямо сейчас Посередине этого ролика Также Если вы Пропустили Обзор предыдущего Или хотите Посмотреть обзор Следующего тура То щелкайте По конечным заставкам Расположенным Слева и справа От меня Слева Так Слева у нас Будет соответственно Обзор Предыдущего тура Ну а справа Обзор Следующего тура Таким образом Вы будете всегда В курсе Всех событий Проходящих На моем канале И не пропустите Важнейшие События Я благодарю вас За внимание Еще раз Ставьте лайки Еще раз Можно сказать Подписывайтесь на канал Если вдруг до этого Кого не уговорил И увидимся На обзоре Следующих Супер турниров Счастливо